Какие положительные свойства есть у дегтярного мыла? В каких случаях его можно использовать женщинам для гигиены? Как правильно применять? Смотрите видео до конца, расскажем о скрытых возможностях дегтярного мыла. В настоящее время на прилавках парфюмерных магазинов и аптек теснятся различные средства, применяемые для интимной гигиены. Однако, многие девушки и женщины продолжают использовать дегтярное мыло. Какие положительные свойства есть у дегтярного мыла? Важным компонентом дегтярного мыла является березовый деготь, вещество, полученное из березовой коры. В составе березового дегтя растительные вещества, имеющие следующее воздействие. Антисептическое и противовоспалительное, регенерирующее и ранозаживляющее, противоотечное и подсушивающее, анестезирующее и противозудное, очищающее и антипаразитарное, рассасывающее и стабилизирующее капиллярный кровоток. Дегтярное мыло не только поможет избавиться от загрязнения, но и принесет ощущение свежести, устранит неприятные ощущения и ускорит заживление микротравм. Перед продолжением видео приглашаем подписаться на канал, чтобы знать заранее о темах наших новых выпусков. В каких случаях можно использовать женщинам для гигиены? По поводу применения любого мыла для женской интимной гигиены до сих пор нет единого мнения специалистов. Большинство ученых и врачей являются сторонниками использования простой теплой воды для такой процедуры. Но вот дегтярное мыло стоит применять не просто для гигиены, но и для устранения грибков и бактерий воспалительного процесса. Полезно подмываться с дегтярным мылом в следующих случаях. В случае лечения молочницы, при вагенитах и других воспалительных процессах, локализованных в области наружных половых органов. Если появились герпетические высыпания, есть проявление фолликулита, воспаление волосяных фолликул. После проведения процедуры по устранению волосков, депиляции и бритья. Когда состоялась случайная интимная близость. После родовом периоде или после операции в области малого таза и промежности. С профилактической целью не чаще одного раза в 10 дней. Напишите в комментариях, как вы используете дегтярное мыло, как правильно применять. Чтобы эффект был лучше, а побочных проявлений не было совсем, при проведении гигиенических процедур женщинами в интимной зоне, оптимально выбирать жидкое дегтярное мыло в упаковке с дозатором. Если такой возможности нет, то сначала намылить руки до получения пышной пенки, а потом эту пенку без усилий перенести в нужную зону. Смывать следует струей воды, направленной сверху вниз. Использование дегтярного мыла не должно превышать курса продолжительностью в 5-7 дней. При более длительном применении возможно появление нежелательных проявлений в виде сухости, сжения, нарушения микрофлоры. Такое правильное использование поможет избавиться от проблем и не даст возникнуть новым.